По-военному лаконично и чётко, по казачьи с душой и верой. На плацу кадеты-казаки из 10 регионов страны. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что казачество сотни лет защищает русскую землю. И современные кадеты продолжают эту славную традицию. Я, знаете, очень горд, что сегодня юбилейный конкурс. Итоги его подводятся у нас в Ставропольском крае. Край, который богат казачьими традициями, край, который был столпом терского казачьего войска. Я желаю вам быть настоящими продолжателями традиций казачества. Я хотел бы, чтобы вы все дальше несли нашу веру православную, веру в наше Отечество, дальше воспитывали своих детей. Поздравил участников полпредпрезидента в Северокавказском федеральном округе Юрий Чайко. Мы успешно доказали, что готовы не только к отстаиванию чести своих учебных заведений, конкурентной борьбе, но и дальнейшему укреплению потенциала и славы российского казачества, масштабах своих регионов и страны в целом. Казачество России сейчас находится на совершенно новом этапе своего развития. Государство доверило казакам стать опорой в решении важнейших задач по обеспечению национальной безопасности на территории нашего Отечества и на его пределах. Смотр-конкурс прошел в 15-й раз. Три дня юноши соревновались в знаниях и военных умениях. В итоге лучшими среди равных стали кубанцы. Мы очень серьезно готовились. И вообще, я скажу, вот этот всероссийский казачий-кадетский конкурс на звание «Лучший казачий-кадетский корпус России», вы знаете, он очень нужен. Он помогает нам учиться друг у друга, передавать опыт. И, с другой стороны, это серьезнейшая методическая копилка для развития кадетских корпусов. Это очень серьезно. Вот мы буквально за вот эти три дня очень многому друг у друга научились. Очень многое взяли друг от друга. Казачество год от года становится популярным среди российской молодежи. А патриотизм и духовные традиции в числе приоритетных ориентиров. Кира Мартынова и Иван Дацунов. Ставропольское телевидение.